Мы дружная семья, веселая, все воспринимаем с юмором, живем по жизни весело. Зовут меня Киросименко Сергей, это моя жена Ксения, это старшая дочь Полина и младшая дочь Аня. С женой мы познакомились у друга. Была ли это любовь с первого взгляда? Скорее всего, могу сказать да. Прямо амур, прямиком, прямо в сердце, наповал. Самое интересное и смешное было в нашей истории то, что его как бы в нашей компании почему-то не позвал никто по имени. А так мы с одной деревни было неудобно спросить, как его зовут. И то есть, когда мы уже погуляли, проводил меня до дома, я пришла домой, а утром пришел мой друг и говорит, как ты там Сергеем прогулялась вчера? А я такая, ой, а его Сергей зовут? Он говорит, ну ты даешь, даже не спросила. Ну вот так вот. Ну он знал, как меня зовут, а мне я постеснялась спросить. И вот 8 мая мы считаем днем нашей совместной жизни. Даже празднуем. В этом году у нас уже будет маленький юбилей, 15 лет, как мы уже вместе до тех пор. Я закончил университет, Ксюша закончил колледж и встал от просьб свадьбы. Я с своими родителями сходил, договорился с родителями Ксюши о дне свадьбы. По сути дела, замуж меня до сих пор еще никто не позвал, потому что, ну так получилось, что Сергей подошел ко мне и говорит, надо познакомиться с родителями. Ну и я как-то и согласилась. И потом Сергея мама спросила, говорит, Ксюша, а предложение тебе Сергей Петрович уже сделал? А я смотрю и не знаю, что сказать. А Сергей ответил, да. Вот так и все. А у меня, получается, и не позвали. Свадьба состоялась 11 июля 2010 года. В Нехлюбку мы переехали, будучи уже семьей, как молодым специалистам нам предоставили жилье, вот этот вот прекрасный дом. Но переехал я сюда один. Ксюша пока лежала на сохранении. Ну и я, как, подобается, наверное, делал последние приготовления, какие-то ремонты, делал уют. Можно сказать, что старшую свою дочь я подарила мужу на день рождения, потому что у мужа день рождения 26 февраля, а у дочери 25 февраля. Вообще я думала и надеялась, что прям 26, прям, прям к дню рождения. Ну, так не получилось. Ну, тоже два дня можно отпраздновать. Самое важное в семье – это, конечно же, любовь, взаимопонимание и дети. Без этих трех составляющих, мне кажется, не будет семьи. Согласен. Дети укрепляют семью. Из-за них мы постоянно куда-то двигаемся, пытаемся что-то сделать. Всегда это что-то новое, это развитие. Они не дают нам скучать, с ними весело и никогда не бывает разным. Мы ведем активный образ жизни. Наша семья очень активная. Мы участвуем в различных конкурсах, таких как «Молодая семья Ветковщины», «Мама-папа, я спортивная семья». Семейные традиции, конечно же, и «Властелин села». В конкурсе «Властелин села» первый раз мы приняли участие в 2022 году. По итогу конкурса мы заняли почетное третье место, где нам вручили памятные призы. В следующем ходу мы, конечно же, посерьезнее взялись за этот конкурс. И уже в 2023 году мы заняли почетное второе место и отправились на конкурс «Властелин села» на областной этап в Чечерске. Мы участвовали в конкурсе в таком прям массовом, мы первый раз, то есть на области, очень сильно волновались. Но когда приехали туда, устроились, в общем, это волнение куда-то пропало вообще. И мы так спокойно проходили все конкурсы, которые нужно было. Испытание на «Властелине села» было очень интересное, разнообразное. Мы ехали туда с творческой визиткой, которую подготавливали с мужем несколько, можно сказать, недель, чтобы что-то придумать. Еще на конкурсе мы взяли с собой ткацкий станок. Я на нем ткала ушник, и потом мы выступали на сцене всей семьей. Мы показывали сцену. А почему для чая есть чайники, для кофе – кофейники, а для какао – нет какайников? Также на областном этапе были конкурсы на ловкость, силу и, конечно же, интеллект, в которых мы принимали участие. Я так смотрел таблицу, мы достаточно на высоком уровне держались. А в конце мы пилили дрова с мужем и заняли тоже неплохое время, были не последними, у нас все хорошо вышло. Распилить дрова с Ксенией Ихаревной, но это для нас уже не новость. Мы на районном этапе уже замечательно с этим заданием справились. Также на районном этапе властелин-села у нас был замечательный конкурс. Это нужно было запречь и распречь лошадь. Мужчина запрекал, женщина распрекала, в котором мы с Ксенией Ихаревной участвовали. Это все на время фиксировалось. Было много спортивных состязаний, но особенно смешно было смотреть, как родители прыгают в мешках. Хотелось бы сказать, чтобы молодые семьи не боялись участвовать в различных таких конкурсах, потому что это очень интересно, увлекательно. Это сплочает семью, и твоя семья, она самая лучшая всегда для тебя. И нужно не стесняться показывать, что твоя семья действительно самая лучшая. Участвуйте, не бойтесь. На властелине-села были очень такие разнообразные конкурсы, где к женщинам надо было выполнять более мужские такие задания. Но это не составило труда, потому что дома, в семье у нас происходит точно так же. То есть, если, например, я не могу приготовить ужин, то я знаю, что мой муж всегда как бы заменит меня в этом приготовлении. И если вдруг он задержался на работе, то есть какие-то обязанности его я тоже могу без труда выполнить. Да, жена у меня молодец. Если что, она свободно может меня заменить, выполнить любые обязанности, так же, как и я. Потому что в семье все должны быть друг другу опорой и взаимозаменяемыми. Мои дети – это мои помощницы. Старшая Полина приходит со школы, она будет дома порядок. Она подметает, помоет посуду, развесит белье. И когда я еще на работе, она приобщает младшего к этому. И плюс помогает делать уроки. Закончил Комельский государственный университет имени Франциска Скорина. По распределению распределил все государственные учреждения. Прозвание – Нехлебская средняя школа. Здесь работал учитель математики и информатики. Поработав 10 лет, предложили перейти на должность директора. Освящаясь с семьей, конечно, так был волнительный момент перехода на другую должность. Согласился перейти на должность директора. Работаю директором школы. Три с половиной года, уже скоро четыре будет. Дополнительно еще веду уроки математики в пятом-шестом классе. Школа для меня не только работа, здесь находится вся моя семья. У меня здесь две дочки. Одна обучается в четвертом классе, одна в седьмом. И с 2022 года у меня принята сюда и моя жена – педагогом-организатором. Жена, например, работает не так давно, но уже имеет достаточное количество нарад. В прошлом году, например, она участвовала в конкурсе про Беларусь и заняла на области второе место. Это не говоря уже о ее видеодостижениях. То есть постоянно в видеоконкурсах, в которых она участвует, она занимает там какие-то места. Последний – это у нас безопасный переход, на который она заняла второе место с учащейся 10 класса. Работаю я педагогом-организатором совсем недавно, второй год. Но работа очень интересная и увлекательная, так как работа с детьми – это вообще всегда интересно. Также это продвижение детских молодежных объединений, такие как БРСМ, БРПО. Также у нас имеется волонтерский отряд в школе, называется «Алые паруса». Мы участвуем в различных мероприятиях. 9 мая впереди. Мы обязательно пойдем к нашему ветерану Дмитрию Петровичу, поздравим его. И также мы с вахтой памяти пройдем к нашему памятнику и почтим память наших ветеранов. С детками работать – одно удовольствие. Они всегда любят участвовать во всех конкурсах, особенно младшее поколение. Они прям с удовольствием бегут. Также мои дети активно участвуют во всех конкурсах, занимают места и в области, и в районе. Даже на республиканском уровне были. Также дети приходят ко мне, прибегают и рассказывают о новых конкурсах, которые поступили. Особенно им нравятся и мне нравятся видеоконкурсы, на которых мы ходим, что-то снимаем и делаем, монтируем видео. Дети – это самое важное, что у нас есть жизнь. И поэтому благодаря школе, педагогам и родителям, а самое главное – это нашим талантливым детям, мы добиваемся высоких результатов и достижений. На базе нашего учреждения функционирует кружок по ткачеству «Юные ткачихи». Дети с удовольствием посещают в субботу три часа и занимаются там ткачеством. Моя младшая посещает этот кружок, достигла довольно неплохих результатов. В прошлом году ее работы, ее одноклассницы были призерами республиканского конкурса «Колярная зорка». Я уже три года хожу на кружок «Юные ткачихи». Мне здесь очень нравится. Нравится мне здесь то, что тут узоры красивые. Мы салфетки, мы рушники тут ткем. Еще мне очень нравится изучать то, чем увлекались наши пьедки. Я люблю ткать. Я обычно с мамой прихожу в школу. Она работает, я прихожу сюда и могу четыре часа ткать, а потом ухожу домой. На самом деле это очень затягивающе. Мне это дается легко. Тут просто надо нажимать на педали и словить черночок. Убрать хвостик. И потом надо пиливать. На этот процесс надо терпение, усидчивость. Чтобы сплести салфетку, либо рушник, надо свое время. Салфетку можно и неделю, и две недели. А вот рушник, смотря какой длины. Если он большой, то вполне может уйти год. Вот у меня дома висит рушник и две салфетки, которые я сделала сама. Они такие красивые. Мне приятно на них смотреть, потому что я их сделала сама своими руками. Моя старшая дочь Полина участвовала в конкурсе по сохранению народных традиций про Беларусь, в котором заняла второе место на области. Также наше учреждение стремится сохранить наши народные традиции и передать их подрастающему поколению, дабы они не забывали своих предков, их занятия, их интересы. Также у нас в учреждении имеется музейная комната. Зарегистрирована в 2023 году. Постоянно ведем пополнение фонда музейной комнаты. Там имеется информация об истории школы, об истории деревни, о наших ветеранах Великой Отечественной войны. Учащиеся нашей школы, а также лично моя семья, часто посещают данную музейную комнату. Я считаю, что мы просто обязаны чтить память о подвиге наших дедов и прадедов в ходе Великой Отечественной войны и передать их нашим детям и внукам. Я учусь в седьмом классе, мне 13 лет. Я участвую в проекте «Беларусь помнит, Беларусь помнит каждого». Я собираю информацию про ветеранов нашего агрогородка Неглубка. Я вылаживаю это все на сайт вместе с фотографиями, некоторыми ими историями, их званиями на войне. Я нашла информацию про Серосека Петра Ефимовича и Ковтунова Дмитрия Петровича. Они уже есть у нас на сайте. Эти два ветерана проживали в нашем агрогородке Неглубка. Ковтунова Дмитрия Петровича до сих пор тут проживает. С ним можно поразговаривать, прийти к нему на помощь, как мы часто делаем нашим пионерским отрядом. Спрашиваем, как у него самочувствие. Он рассказывает о некоторой истории. Мы можем поздравить его с каким-то праздником, помочь ему с чем-нибудь. На этот проект направила меня мама, чтобы вся молодежь, которая есть сейчас, помнила о той страшной войне, которая была. У нас есть пионерский отряд имени Зои Космодемьянской. Мы устраиваем мероприятия. Либо сами их устраиваем, либо участвуем в них. Ходим на памятник, убираем его. Можем сходить к ветерану, помочь ему с чем-нибудь. Я считаю, что молодежь должна помнить о той страшной войне, которая была. Потому что пока мы помним, будет мир. Когда нам выпадают свободные выходные, конечно, мы стараемся как-то их заполнить. Это и поездки в развлекательные центры, и походы в кинотеатры, и поездки в бассейн, конечно же, на шведовский. Ну а чаще всего мы, конечно, проводим наши выходные. Это мы с семьей сидим все вместе, слушаем музыку, жарим шашлыки и стараемся это делать все на природе. На выходных мы очень часто уезжаем к бабушкам, потому что это очень важно – навещать наших бабушек, помогать им чем-то, то есть и проводить все время вместе. Это самое важное, то, что мы можем научить наших детей о том, чтобы они знали, что такое помощь. Время, проведенное семьей – это самое важное и ценное, что может быть в жизни. Поэтому цените и любите друг друга, потому что если в семье все хорошо, то и во всех делах все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok